Всем здорова, народ, вы на канале Бубликс Ченнел, и сегодня мы с вами продолжаем играть на проекте МТА Провинция. Но это видео будет немножечко отличаться от всех, что я снимаю обычно, ведь у меня такой развлекательный контент. Ну а сегодня у нас с вами будет информация по поводу ближайших крутых штук и, возможно, даже обновления. Поэтому, ребята, усаживайтесь поудобнее, всем приятного аппетита, кто кушает, приятного просмотра. Провинцию можно будет скачать по ссылочке в описании, ну а мы начинаем. Итак, ребята, мы переносимся в официальную группу МТА Провинции, ведь именно здесь вышел пост, в котором рассказывается о том, какая ночь нас ждет. Это ночь Хэллоуина с 18.00 до 6.00 по МСК, то есть, по сути, это будет длиться где-то в районе 12 часов. И в это время мы должны будем с вами выполнить квест. Кто первый выполнит этот квест, получит абсолютно новенький джип Вранглер с уникальным винилом. Когда я первый раз смотрел тот пост, я даже не обратил на это внимание, что, оказывается, вот в этой гифке можно его увидеть. Действительно, ребята, я не знал, и, возможно, кто-то еще и знал, тот самый джип Вранглер с уникальным винилом. Вот этот вот автомобиль будет разыгран между тремя игроками. И дело в том, что, прочитав это, я немножечко не понял. Здесь будет по три автомобиля на сервер или три автомобиля на весь проект? В прошлом году было три автомобиля на сервер. Возможно, в этом будет так же, но, конечно, немножечко страшновато, что это не уточнили. Вот, но я надеюсь, что все-таки будет все по красоте, и это будет на сервер три автомобиля. Появилась информация, что когда выйдет вот это вот обновление, вместе с ним выйдет обновление Carpack. Так, я нашел, он сейчас находится в моей группе ВКонтакте, я его взял из Телеграма, Телеграма провинции. И здесь нам показывают о том, что в предварительном Carpack будут такие автомобили, как Mercedes-Benz 190, Lexus, Land Rover, сундук, Mercedes-Benz AMG GTR, вот это вот, кстати, вот этот автомобиль я очень сильно жду. Gazelle Next, что-то засекреченное за 6,5 миллионов, вот это вот я его, кстати, тоже не понял. Port Transit, Jeep Wrangler и Porsche 911 Carrera 992. Дело в том, что вот этот вот список автомобилей я уже сливал, кроме, кроме Wrangler'а и кроме вот этого, ну, засекреченное я сливал, но я не указывал его цену. Вот, ну, у меня там тоже внизу в группе есть. И также есть фиксы автомобилей, вот такой вот огромный список фиксов. Ну, вот по поводу вот этого, если я не ошибаюсь, это все делал Дементьев, я нахожусь в его Телеграме, Телеграм-канале. На всякий случай, ребята, если вы хотите сами всю эту информацию проверить, почитайте, я все ссылки на все Телеграм-каналы оставлю в описании, из которых я брал информацию и все такое. Вот, и там вы тоже сможете с этим ознакомиться. Артем Дементьев, один из Carpacker'ов, насколько я знаю, могу ошибаться, но, по-моему, это так. Так, он в своем Телеграм-канале все время скидывал, как он фиксит автомобили, и я точно помню, как там фиксился X5, как там фиксилась Audi RS6 с ее дисками, вот, что-то еще. Ну, я не прям так по КД смотрел, но я так думаю, это все оттуда, и в этом никаких сомнений не должно быть. В основном, по внешке будут фиксы у вот этих автомобилей, ну, возможно, у кого-то там что-то с хендлингом поменяют, ну, как это обычно бывает. Ну, самое интересное, естественно, это вот это, вот эти 9 автомобилей, потому что, ну, в Рандлер для меня это вообще было что-то очень интересное, когда это выпустили, поэтому, возможно, если я его не выиграю, если мне не получится его забрать, то я его, скорее всего, себе даже прикуплю. Ну, что ж, ребята, теперь мы возвращаемся немного к Судной ночи, потому что здесь идет такая информация, что в Хэллоуин будут отмены некоторые правила ВПС, ДМ, ДБ, ПГ, Нон-РП, Таран, ЕвП, ПДД, Уход-Офф от РП. Короче, все самое главное просто отменяют, естественно, ни в коем случае там нельзя будет никого оскорблять и все такое, это я к тому, что люди, которые думают, что правил абсолютно не будет, нет, ребята, нету правил только вот таких, поэтому все остальное наверняка будет действовать. Замена автомобилей. Вот это мы видели на 1 апреля, но здесь мы видим абсолютно какие-то новые тачки. Я не знаю, возможно, это карпакеры сами делали, вот так вот развлекались. На 1 апреля, вы помните, у нас там замена была, там что-то на Молни Маквин кто-то ездил, кто-то еще на чем-то. Очень интересная практика и это приветствуется. Также я вижу, что стоят вот эти вот деревья, я так понимаю, это не просто так, видимо, всю карту усыпали вот таким вот интерьером, я думаю, что это будет очень атмосферно выглядеть. Ну и красное небо само собой. На время Хэллоуина закроются магазины скинов, автомобилей и тюнинга, но появится возможность бесплатно заправляться и чиниться, чтобы не было предела вашему веселью. Появляется возможность бесплатно заправляться и чиниться, и дело в том, что недавно я читал свободку и наткнулся на комментарий, где человек спрашивал, а будут ли отличены светофоры, там, будут ли приходить штрафы. Я почти на 100% уверен, что штрафы не будут приходить, а иначе кто будет здесь веселиться, если будут приходить штрафы, поэтому, я думаю, поэтому разработчики это даже не уточняли, но это и так все понятно. Следом у нас идут скины. Скины тоже, я как я вижу, очень круто выглядят, очень круто, не знаю, я бы вот этого хотел. Смотрите, какой он огромный вообще, жесть просто. В лавке скелета мы найдем огнемет, циркулярную пилу, коктейль молота в особой холдинской маске и другие товары. Это вот такая вот тема. В честь самого страшного праздника года и свободная группа обещает порадовать игроков интересными интерактивами, и не забывайте про наше любимое радио провинц, где вас будут ждать эфиры и дискотеки. Да, радио провинц это топ, ребята, обязательно слушайте их эфиры. Там всегда весело и классно. Вот такая вот судная ночь нас ждет. Я думаю, это будет очень интересно. Хотел бы анонсировать сразу же стрим. Точно будет стрим, это 100%. Прямо самое начало я запущу, то есть это получается уже завтра. Будет весело, я думаю, будем сжечь. Также, ребята, я нашел еще вот такую вот вещь. Вещь, что вещь? Вещь. Короче, которая немного, но скорее подтверждает, что в итоге Карпак будет. Это Савенок, админ чата, телеграм-канала. И он говорит, что да, загрузят его вместе с ивентом. Все уже, ничего таить, все уже опубликовано. Карпак, по идее, должен выйти. Это еще одна предпосылка к тому. Не будем, конечно, на 100% верить. Мало ли что, ребята, мало ли что может произойти. И, возможно, все, что я сейчас записывал, кажется неправдой. И завтра не будет никакой судной ночи. Но мы должны понимать, что предпосылки к тому, что Карпак выйдет завтра, этих предпосылок очень-очень много. И я вот жду не дождусь, когда он выйдет. В описании вы можете найти все ссылочки на все телеграм-каналы, на все что угодно, на группы, на негруппы. Я все это оставлю, поэтому... Надеюсь, вам понравилось видео такого формата с обсуждением того, что нас ждет, с моим личным мнением. Здесь не будет какой-то очень эксклюзивной информации, но будет такой вот ламповый контент. Если вам это зайдет, то я буду снимать такое почаще. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.